Итак, добрый вечер. Я хочу рассказать о той боли, через которую я прошёл за 20 лет работы с текстами, с большим объёмом текстов. Я тоже когда-то делал Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V — у меня даже заготовочки, из которых удобно делать Ctrl-C, Ctrl-V. Но некоторое время назад были изобретены способы горячих клавиш. И то, с чего я хочу начать сегодня — это способ набора санскритского текста в транслитерации, используя эти горячие клавиши. Только если обычно горячие клавиши используются в какой-то конкретной программе, например, в Варде, то мы не можем печатать санскритский текст нигде, кроме Варда, то теперь есть для компьютера, не для телефона, универсальный способ быстрого набора транслита. А если у нас хороший транслит, то из него получить Деванагри — это вопрос одной секунды. Поэтому начнём с программки, которая называется KeySwap. KeySwap — это программа, которую я хочу вам сегодня показать. Анатолий, хочешь ли ты расшарить свой экран? Скажи мне, пожалуйста. И при этом включить голос. Я готов, да. Да. Итак, мы можем печатать, получается, в любом месте — хоть в Гугле, хоть в Excel-таблице, хоть в Варде, хоть в текстовом редакторе. Это не имеет значения. Потому что мы установили универсальное приложение, которое называется KeySwap. И вот Анатолий, получается, добавляя знак равенства после тех символов, к которым привязаны переходы, он достигает желаемого результата без вставка символ или без Ctrl-C, Ctrl-V. То есть у нас, получается, мы можем к любому знаку привязать, во что он может превратиться, если после него мы поставим знак равенства. Что гласные, что согласные. То есть у нас вариантов не так-то много. У нас вариантов не так-то много. Прошу скопировать из конфига, чтобы было видно, какие переходы вообще существуют. Вот. Это базовый набор. Вот, прошу остаться здесь тогда. Это базовый набор. Его можно расширить. То есть мы можем путём добавления знака равенства к А краткой получить не только А долгую, а А долгую с ударением. С одним ударением, с другим ударением. Хоть с знаком краткости и долготы. То есть мы можем нацепить на любой знак любое количество переходов, которое реально необходимо. Если мы работаем с ведийским текстом, то там без ударения делать нечего. И, соответственно, нам нужно расширить эту конфигурацию изначально. Если мы работаем... Ударение это... Анатолий, ты веришь, что ты пишешь... Сейчас видим твой экран, и ты пишешь мне в скайпе. Да, да. Ударение это проблема. В смысле, я так знаю, что это проблема. Жизнь это боль, а ударение это проблема. Это я и так понимаю. Вот. Значит, на самом деле есть какое-то количество сбоев, но в обозримом будущем мы надеемся, что их можно устранить. В любом случае, я хочу, чтобы на примере конкретного компьютера мы попробовали сейчас установить такую же систему, и чтобы у вас заработала вставка диакритик. Поэтому, значит, я прошу тогда сейчас... Анатолий, есть ли у тебя ссылка с keyswap для скачивания, который мы можем... Там базовый набор... Там конфиг файл уже настроен... Ну ладно, хорошо, пусть будет по базовому настрою. Да, мы можем вот прямо отсюда взять... Да, мы можем взять ту, которая... Нет, просто дай, пожалуйста, ссылку на сам сайт. Угу. Если вот ты решил таким путем пойти, тогда на сам сайт. Так. Я сейчас тогда отключу... Мне нужно кинуть ссылку в чат. Да, я отключу. Да, хорошо. Итак, для того, чтобы печатать транслитерацию с нажатием одной кнопки, нужно установить одно маленькое приложение на 100 килобайт. Я включу демонстрацию опять. Значит. Я сейчас сам тогда скопирую. Я пока не вижу, чтобы ты скопировал ссылку. Я... Ага, уже вижу. Все. Да. Видна ли ссылка, которая содержит в себя слово keysweb? Вот. Вам нужно скачать эту программу и разархивировать архив. Разархивировать архив. Все ли понимают, что такое скачать программу? Подожди, не торопись, пожалуйста. Не торопись. Не торопись. Есть ли кто-то, кто не понимает, что такое разархивировать архив? Только честно, пожалуйста. Включайте микрофон и говорите. Не понимаю, что такое архив и что такое скачать. Если же все понимают, тогда скачайте, разархивируйте. И в той папке будет приложение, которое называется keysweb. Что такое приложение? Это файл с расширением exe, то есть executable. То есть, как бы программа, которую можно запускать. То есть, вот мы скачали и указали, куда мы скачиваем. Запомнили, куда мы скачали этот файл. Нашли его. И правым нажатием кнопки у нас есть извлечь. Ну, только в текущий не надо, пожалуйста. Наверное. Правда. Я его извлеку в другую папку. Потому что он у меня есть. Ой, ты сейчас запутаешь. Ой, запутаешь сейчас. Ну ладно, хорошо. То есть, извлечь архив умеем? Умеем. Зашли, заходим. 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 Анатолий, заходим. Заходим. Значит, здесь вот config по умолчанию – это то, что вы видели. То есть, это базовый набор переходов. Ну, базовый там чуть-чуть проще. Тот, который вы видели, он… Хорошо, откроет тот, который базовый, который они сейчас скачают. Так, вот он базовый. И добавь, пожалуйста, например, в «а», добавь «а» с ударением, например. То есть, вы можете редактировать то, что вы будете… Ты хочешь сказать, где тебе сейчас получить «а» с ударением? Сейчас я найду тебе. Ну, конечно, да. Ну, в Word разве что, где его. Сейчас, сейчас, подожди. Итак, понятно ли, о чем мы вообще говорим пока, или пока ничего не понятно? Ну, вот мы скачали эту программу. Добрый день, Марк. Да. Мы скачали вот этот кис-веб на папку, открыли, разоскевировали. И дальше что? И дальше, получается, мы в настройках можем увидеть, что на что будет заменяться. Настройки содержатся в файле «config.txt». Да, то есть, вот… Вот то, что сейчас Анатолий показывает, это «config.txt». Зайди, пожалуйста. Да, я это вижу. То есть, мы… Сейчас я могу уже, например, открыть документ вордовский… Нет, еще нет. Еще нет. А я… Понятно. В зумовском чате я скопировал, Анатолий, список возможных замен. Прошу заменить, например, на примере «а», расширить эти замены. Зумов… Могу в скайпе кинуть, если надо. Так, ну, киньте в сайте, чтобы я не расшаривал экран. В скайпе? В скайпе кинуть? Да, да. Хорошо. Можно скопировать просто первую строчку. В общем, фрише-то издевательство было без этой программы. Ну, если бы мы тебе сразу все показали, ты бы просто сказал это слишком легко. Итак, теперь получается, у нас новый файл конфигурации, и, соответственно, замена будет происходить не только на «а» долгую, но и на «а» с ударением, и «а» долгое с ударением, то есть комбинированные знаки. Теперь файл нужно сохранить, вот Анатолий уже сохранил, его можно закрыть. Вот, его надо сохранить и закрыть. И запустить, наконец-то, собственно, саму программу. Вот этот значок, кейсвеб, пока не запускай, пожалуйста. Значок программы видят все иконку, буковку «к». Анатолий Став, размер, значит, любой подойдет. Значит, кейсвеб, тогда запускаем саму программу, и она должна уйти у вас в «трей». В «трей» — это, значит, вот внизу, в правом нижнем углу. Если вы нажмете на треугольник, который смотрит вверх, то там будет вот такая, вот одна из этих иконочек будет вот такая невнятная зеленая буковка «к». И если у вас это получилось, значит, это уже победа. И с этого момента вы можете в любой программе, хоть в скайпе, хоть в зуме, сейчас в чате, наберите, например, букву «А» и после нее поставьте знак равенства. Знак равенства, он находится, после того, как цифры закончились, он находится там, где плюсик. Ну вот я вижу, что Елена уже написала. Давайте для того, чтобы я убедился, что все умеют, все в чате напишут «А» долгую, полученную новым методом, или «А» долгую с ударением. Ну вот Дима победил. Дмитрий, скажи, где этот инструмент был раньше, да? Я говорю, с фришем там издевательство просто было. Я увидел там у Анатолия замены эти чешские. Так, я вижу, Елена, Дмитрий, Олег. Больше никого не получилось? Значит, Константин из телефона. Александр смог. Отлично. А с ударением можете показать? Марсис Юрьевич? Да. Еще раз. Вот я нажимаю сейчас. У меня на английском языке раскладка или на русском? Хоть на русском, хоть на английском, не имеет значения. А что же я сделала, что у меня не получается ничего? И я нажимаю, получается, одновременно букву «А» и равно «Л»? Нет, ты не можешь нажать их одновременно. Нет. Ты сперва букву, потом знак равенства. Ура! Все. Получилось. Бывает, бывает. Значит, что защита компьютера спрашивает, доверяете ли в этой программе? Ну, соответственно, доверяете. Там не доверять нечему. Вот. Бывает, что после перезагрузки компьютера ее будет не видно. В таком случае… Анатолий, сходи, пожалуйста, в трейд. То есть нижний правый угол. И там нужно выставить в настройках. Нажав правую кнопку на этой программе, нажать «Add to Startup». «Add to Startup» означает, что при перезагрузке компьютера это все все равно будет работать. И каждый раз программу запускать не надо будет. А можно, пожалуйста, повторить? Что именно? А вот как с ударением еще сделать? А с ударением как сделать? Анатолий, повтори, пожалуйста, как сделать с ударением. Для того, чтобы сделать с ударением, нам нужно, собственно, отредактировать файл таким образом, чтобы в нем было ударение. То есть изначально в том файле, что вы скачали, ударения не было? Я заменила. А, у меня не распозналось. Что значит «не распозналось»? Ну, я скопировала с планшета в «Контакта» и с «Контакта» в файл. И он тут его не увидел. Что такое «с планшета»? Мне уже страшно представить. В смысле, все, о чем я говорю, рассчитано на компьютер. Я поняла. Я скопировала тот файл, который вы скинули с новыми конфигурациями, скопировала «Контакт» на компьютер, чтобы скопировать на компьютер. Я смотрю на планшете, а пытаюсь сделать на компьютере, но у меня не получилось. Я все равно не понял, что не получилось. Сейчас, секундочку, Свет, подожди. Анатолий, ты понял, что получилось? Я не понял, что случилось. Можно вот этот файл, который вы кинули в чате, можно его в скайпе повторить, пожалуйста? В скайпе вряд ли, в зуме можно. Нет, он есть уже. Значит, чего не хватает для счастья, Жанна? Так и не понял. Сейчас у нас на мониторе, да? У нас открыть на мониторе файл конфигурации. Да. Можно его в скайп? В скайп? Не знаю, в какой вы имеете в виду скайп, а в зум могу. Любой скайп, который там, я не знаю, 19-ю, Сыркин. Ну, я-то, конечно, ну ладно, хорошо, я сейчас скопирую, я понял. Ну, нам нужно его и в зум тоже кинуть. Ну, в зум я кинул его. При копировании почему-то он вопросиками пошел. Вопросиками, это уже интересно. Я хочу понять, почему пошел вопросиками. Я только не понял, при чем тут планшет? При чем тут замена на компьютер и планшет? Я на планшете скопировала, кинула ВКонтакте, открыла ВКонтакте на компьютере. Ну все, там просто промежуточная стадия, мы поняли. То есть планшет там как бы, для нас это сейчас никто. Так, сейчас, значит, скину я в двухтомник Сыркина, скину, значит, это самое. Я не понимаю, почему вы ничего не видите, я очень скинул. Так, у кого еще... Так, я вижу, что у Ани получилось, значит, у Розы получилось, у Светланы получилось. У кого не получается, давайте так. По поводу ударения. Ударения, сейчас мы дойдем до ударения. Итак, по умолчанию вы скачали файл конфигурации по умолчанию. Ударение добавил лично я в лично свой файл. Поэтому можно сделать два разных файла конфигурации. Если вы работаете с ведийскими текстами, вам нужно иметь расширенный набор. Если вы работаете с простыми текстами, зачем вам каждый раз четыре раза нажимать на знак равенства, чтобы вернуться к простой А долгой? Это понятно? Угу. Поэтому в зависимости от того, с каким текстом вы работаете, вам нужно иметь свой файл конфигурации. Мартис, а скажите, пожалуйста, при перезагрузке, чтобы заново не запускать систему, какие действия нужно совершить? Для этого мы идем вниз, в правом нижнем углу. Обычно есть треугольник слева от иконок. Он называется трей. И там, нажав правой кнопкой на зеленую иконку, будет «Add to startup». И это значит, что при любой перезагрузке эта программа будет работать. Вы забудете о ее существовании. Да. Она все равно будет работать. Все, я сделала. Значит, у меня все прекрасно получилось. Спасибо. И получается, не имея значения, у вас раскладка «Кириллица» или «Латиница» эта программа будет работать поверх всего. Вы даже на «Кириллице» можете «N» набрать и получите с знаком равенства все равно «N» церебральное. Анатолий, покажи, пожалуйста, «Кириллица», как это выглядит. «Кириллицей», так. Ну, «N» будет еще нагляднее. «N» значит, потому что… Так, «N» у нас это «T», да? Нет. Ну, в общем, ладно. В общем, да. Смысл в том, что не имеет значения, в чем вы набираете. Бывает, бывает, что программу начинает глючить. И она с первого раза переход не делает. Тогда, бывает, помогает… Ну, бывает, разное помогает. Надо стереть и заново написать. Или отдельно эту букву от слова написать. То есть, бывают какие-то глюки. Пока мы не можем понять, в чем там именно дело. Ну, вот я в «Кириллице» попробовала. Он у меня не… Вернее, сразу исправляет, например, «Вифаргу» или еще что-то почему-то. Ну, то есть, работает. Да, да. Нет, работает с английским. Ну, а если вот я хочу «Кириллица», чтобы была «Диакритика»? Что такое «Кириллица» была? Здесь не заложена «Кириллица» «Диакритика». Это кто хочет? Сейчас я не могу понять, просто я вижу… Это Рузанна. Это Рузанна хочет. Рузанна хочет «Диакритику». Здравствуйте, Рузанна. Просто я вас не вижу, поэтому я не узнал вас. Ну… Ну, то есть, вы сейчас сказали, что можно русскими буквами набрать и даже… Можно. Я вопрос понял. Я вопрос понял. А мне это принципиально важно… Хорошо. Я понял. Я понял. Сейчас мы к этому вернемся. Я запишу этот вопрос. Это более сложный вопрос. Сперва я хочу убедиться, что у всех получилось то простое, что я показал уже. Все получилось. Есть ли кто-то, у кого не получилось? Давайте так. Я в чате не вижу, чтобы все сконвертировали ту же А долгую. Вижу пять человек. Но нас тут вроде больше, чем пять. Март Юрьевич, у меня такая же ситуация, как у моей коллеги. Я смотрю на планшете, у меня все на компьютере, у меня она сама расширилась по тому, с какими текстами я работала. Она сама себя апгрейднула, поэтому… Подожди, то, что я слышу, мне уже страшно. Это звучит на захват компьютера уже программой KeysWeb. Да, она сама себя просто улучшила и добавила… Нет, это невозможно. Она не ум… Тут нет искусственного интеллекта, тут все очень тупо. Хорошо, я вам скажу, что я работала с этой программой с начала двухтомника Циркина. Да, я сделала достаточно статей по разным, разным языкам. Да. В смысле, что вы улучшали это приложение, вы хотите сказать? Я, да? Я ничего не улучшала, она сама добавляла… Когда я работала с французским, она стала сама добавлять ударение и в ту сторону, и в другую. Нет, я расскажу, почему она работает с французским. Дело в том, что мне просто попросили сделать там французский. Поэтому я предусмотрел в расширенной конфигурации французский. Ну, я ничего… Программа сама не обучается. Не делала… Да, я дополнительно ничего не делала, оно просто появилось. Оно работало, потому что я предусмотрел немецкий и французский. У нас же в чате Сыркина была выложена модифицированная версия этой программы. Вот именно… У вас просто модифицированная, Яна. Я могла не брать ее оттуда, брать… Нет, нет, все равно вы брали оттуда. Вы брали оттуда. Нет, я брала через линк, через кисуап. Неважно, вы брали не через сайт, все равно. Вы взяли модифицированную. Я не брала… Яна, вы взяли не с сайта. Как же не с сайта? Я набрала kiswap.com и понесла… Не совсем, я вам дал архив, но не суть. В общем, смысл в том, что любой может сделать любые замены. Это не связано с санскритом. Тут можно задать любой язык. Да. Просто санскрит – это как пример того, что ежедневно вызывает боль. Вот пример. У меня стоит замена в конце. Русское «е» на украинское «е». И чтобы не держать специальную раскладку, чтобы не переключать между украинской раскладкой, русской раскладкой, английской раскладкой… Когда у вас на компьютере больше двух раскладок, это неудобно. И это неудобство, оно не нужное. Его можно элементарно обойти. И получается, в этом едином файле конфигурации, помимо санскрита, новой строкой можно записать другую замену. Вот еще, в частности, в строке «и» у меня стоит «и», украинское «и». Но вот это «и» с двумя точками, оно нужно для двух вещей. Во-первых, если мы хотим показать зияние в санскрите, а это нужно для списка из 90 слов, то есть для ограниченного списка. Это раз, для списка ведийских слов с зиянием. И вот для этого, в частности, в «кнауэре» и до него в немецком стандарте был введен вот это «и» с двумя точками, взятое из французского языка. А другое применение, если вы печатаете какое-то французское слово. Хорошо. Анатолий, прошу отключить тогда расшаривание экрана, чтобы я видел все лица, чтобы я понял, у всех ли работает то, что сейчас было показано. В том виде, как оно показано. Да? То есть это проблем не вызывает, да? Марцис Юрьевич, такой нюанс. Ребенок спит. Понятно. Ты хочешь напечатать? Хорошо. Есть ли что-то, что непонятно по этой части? У кого-то не запустилось, да, Жанна? Чтобы получилось следующее, надо второй раз «равно» нажать? Нет, один раз «равно» достаточно. А следующее… Ну, получится «а» с черточкой у меня. И это «равно» уйдет туда, сольется с буквой. Да. А дальше следующее, чтобы, например, вместо черточки получилось что-то другое, что надо сделать? Продолжать жать «а» знак равенства. И получается, у меня возвращается просто «а». Тогда прошу расшарить экран, чтобы это было видно. Значит, здесь внизу в зуме есть зеленая кнопка, называется «share screen». Я в зуме на планшете. Тогда не знаю, чем помочь. Ну, прошу записать эту проблему, в смысле… Ну, у меня то же самое. То же самое что именно, Елена? После второго нажатия «равно» у меня уходит долгое «а» и превращается в короткое. Ну, так подождите, а что вы хотели? Вы просто ходите по кругу. Ну, вы так можете много раз ходить по кругу. А на что вы жалуетесь? Я понимаю, в чем причина. То есть, когда я нажимаю «а», то есть, у меня оно гораздо больше вариантов. Да. Но это потому, что я, соответственно, отредактировал вот этот вот конфиг файл и в нем внес в него уже соответствующие замены. Анатолий, так я тоже отредактировала? Если программа была запущена и вы отредактировали, это не сработает. То есть, программу нужно закрыть и заново запустить после отредактированного конфига? А закрыть можно внизу. Закрыть внизу «экзит» и потом открыть заново. Итак, по этой части вопросов нету. Мне кажется, значит, что здесь… Здесь просто бывают глюки компьютерные, и для них есть разные обходы. Но если никто с глюками не встретился, то я сейчас не буду рассказывать все варианты глюков. Да, Александр, напиши просто в чате, я вижу, если что. То есть, это вопрос базовый. Нам надо получить текст с диакритиками. Если мы получим текст с диакритиками, из него мы уже можем получить все, что угодно. Главное, чтобы диакритики стояли просто на нужном месте. Обновил конфиг, пытаюсь открыть. Да, обновил конфиг, закрыл программу, открываешь программу заново. Элемент с таким ключом уже добавлен. Ну, что тебе сказать? У тебя какая, десятая винда? Не знаю, у меня десятая, у меня таких проблем ни разу не было. У меня были какие угодно другие, но такой не было. Тогда, может быть, надо перегрузиться. Но тогда оставить на потом. То есть, в смысле, здесь ничего такого критического нету. Это, скорее всего, просто решится путем одноразовой перегрузки. Да. Хорошо. Значит, Розанна Владимировна, если я правильно понял ваш вопрос, вы хотите набирать на кириллице, чтобы оставалось кириллицей? Я хочу набирать арабские термины кириллицей. То есть, так у нас принято. Ну, то есть, по-разному принято. То есть, чтобы была не латинская транслитерация, а кириллическая транслитерация? Да, и над буквой «К», например, была точка, вернее, под буквой «К». Под буквой «К» была точка. Тогда я прошу сейчас указать, как это называется. Мы сейчас этот эксперимент проведем. Это что называется? Арабский стандарт… Я думаю, что «эрабик» какой-нибудь, не знаю. У меня в компьютере есть, в принципе, но я это действую как «Times Indological Roman». Да, вот «Times New Indological Roman», сейчас это мы еще отдельно поговорим, а «Times», сейчас я запишу «Times». То есть, я пользуюсь им в основном, когда… Да-да, и с этим надо будет, в смысле… Это плохая практика, объясню почему. Так, значит, Анатолий, давай попробуем сейчас показать, как набрать арабский текст на кириллице на этом же примере. Я сейчас попытаюсь найти, какие там есть замены. Ну вот, я зашел на страницу, которая называется «Романизация арабского письма» и в практической транскрипции, в русской, я не вижу то, о чем вы говорите. То есть, в смысле, мне сложно понять, на что нужно заменять… Ну, я понимаю, что под «к» бывает точка, но мне нужно увидеть стандарт, где это описано. И я его не вижу. Так как Андрей Анатольевич пользовался латиницей с диакритиками, то это единственное, что я знаю для записи арабского языка, поэтому мне сложно понять, чтобы показать, что на что меняем. То есть, это просто кириллическая буква «к» с точкой снизу? Именно кириллическая «к», не латинская «к», да? Ну вот, я вижу, Оксана Анатольевна тоже получилось, да? Проблем нету? Меняется? Это удобнее, чем то, что было до этого? Оксана Анатольевна, включите микрофон, я вас не слышу, потому что вы отключили, чтобы… Простите, да, я забыла. Это удобнее. Спасибо. Очень хорошо получилось. Теперь хочу Девана гореть, но я подожду. Уже Девана! Уже… Тут уже всё заработало, это уже неинтересно, да? Хорошо. Арсан Анатольевна, если что, потом отдельно просто спросите. На самом деле, тут нет ничего сложного. Весь вопрос просто в том, что я не знаю, на что должен замениться «к» с точкой, какие знаки надо брать. То есть, у нас есть диакритические знаки, они комбинируются двумя разными способами. Вот у нас есть монолитные знаки, которые предусмотрены… Сейчас расскажу немножко теории, попытайтесь понять. Итак, у нас раньше до Unicode… Unicode – это стандарт некий. Вот до Unicode каждый придумывал, что вот эта буква живёт в этом месте таблицы. И было десять разных таблиц. Каждый автор шрифта придумывал свою кодировку. И в Индии было одноременно, допустим, пять кодировок до 2000 года. До 2000 года не было нормального варианта набора санскрита. Не в транслитерации, не в Деванагаре. Это понятно? Вот, например, Анатолий решил себе создать свой вариант санскрита и сделал его. Выложил в сети, и потом несколько тысяч человек, несколько десятков лет пользуются стандартом Анатолия. И думают, что это и есть стандарт санскрита, и другого нет, и он невозможен. Вот. Именно в это время, когда не было стандартов, был, в частности, создан шрифт Times New Indologic. Times New Indologic. Анатолий, есть ли у тебя какой-нибудь файл с этим текстом? Что-нибудь из файлов Натальи Павловны, например, у тебя есть? Скачанное в доке? Сложный вопрос. Сейчас я, если что, найду. Я покажу, что такое Times New Indologic, почему не надо использовать до Unicode, и при этом многие его используют, и в чем преимущество Unicode. Так, а я, если что, найду тебе этот файл и скину. Ну, вот у меня есть Yoga Sutra, например. Хорошо, пожалуйста, открой. Сайт Натальи Павловны. Значит, Розанна Владимировна не единственный сторонник шрифта Times New Indologic. Но я хотел бы, чтобы таких пользователей, чтобы они перестали им пользоваться, потому что с ним много проблем связано. Вот что на самом деле лежит за этим шрифтом. То есть, если мы к Times New Indologic применяем любой другой шрифт, вот та каша, которая будет видна. И та каша, которая часто видна, увы, и в печати. В печати. То есть, если мы к тому, что мы набрали в Times New Indologic, применим любой другой шрифт, будет вот это. И читать это невозможно. А теперь прошу обратно применить, значит, Times New Indologic. Ко всему тогда, проще ко всему, чтобы было сразу не к этому отрывку, а вообще ко всему. То есть, Times New Indologic, он был создан до того… Не так, что он у меня есть. Тогда установи, пожалуйста, если что, я тебе его скину. Нет, нет. Он не так набирается, сейчас я тебе его скину. То есть, я сейчас покажу шрифт, которым не надо пользоваться, надо его убить. Дружно и вместе. Times New Indologic. То есть, вот сейчас, получается, указано, что это шрифт Sanskrit 1.2. Он называется так. И он у меня, получается, отражается вот в таком виде, потому что у меня этого шрифта нет. Я сейчас тебе в скальпе скину. Подождите. Ну, это же PDF. Я просто показал тебе пример. Сейчас сам шрифт я скину. Я показал, какие там бывают проблемы. Я когда-то написал несколько технических руководств по поводу того, какие бывают проблемы с этим шрифтом. Например, этого шрифта я покажу, почему не надо использовать до-юникодовские шрифты транслитерации и до-юникодовские шрифты Деванагали. В Индии по сей день в основном пользуются старыми шрифтами, то есть до-юникодовскими. Они еще не слышали о существовании юникода. Прошло всего 20 лет, и видимо пройдет еще 200, и они продолжают создавать параллельную вселенную. Они не знают о существовании юникода. То есть все санскритские тексты, которые в частности набираются для пунтского словаря, они используют до-юникод. То есть нам для поиска они недоступны. Если мы введем это слово, нормальное какое-нибудь там слово, например, не знаю, акшара, да, с диакритикой, мы никогда не узнаем о том, что существует в индийском интернете. Потому что там большая часть текстов существует в до-юникоде. И, соответственно, там, ну, допустим, пять разновидностей существования текста. Сейчас я найду сам шрифт и скину, чтобы Анатолий продемонстрировал. То есть здесь я показал способ, как можно убить этот шрифт, как нужно убить. То есть мы находим одно и заменяем на другое. У нас есть конверторы, то есть скрипты, с помощью которых из этого мусора можно получить юникод. То есть такой текст, который на любом компьютере будет отображаться одинаково. А не вот превращаться в кашу на чужом компьютере. Когда вы посылаете статью, например, для печати. И потом удивляетесь, почему там вылезло то, чего вы не видели. Понятное дело, что вы не видели. Анатолий хочет продемонстрировать как раз переход из... Да, мне кажется, такой конвертер есть. Ой... Нет, не туда зашел. Нет, не туда. Я найду сам шрифт. Ладно. Я хочу найти просто этот тайм снимен долочек, чтобы продемонстрировать то, почему это зло. Вы сразу позитивную альтернативу говорите. Нет, нет. Я сперва покажу, почему этот нельзя, а потом покажу позитивную альтернативу. Просто потому, что до сих пор, например, даже Русанна Владимировна Семенцова набирала именно в нем. Поэтому мне сперва надо показать, почему так не надо делать, чтобы... Что-бы, что-бы, что-бы. Позитивная альтернатива – это как раз Key Swap и Word. Но нам же надо еще туда оказаться в этом новом дивном мире. Так. Ну, сейчас, одну секундочку. Значит, этот шрифт называется Times New In The Logica. Сейчас я его уже нашел. Временем, если есть какие-то вопросы, можно задать общего какого-нибудь порядка пока я ищу. ... Все, я нашел его. Я скопировал ссылку на шрифт, который вам никогда не надо устанавливать в зумовском чате. Анатолий, прошу тогда установить его, чтобы было видно, что это такое. То есть это некие крякозабрики, к которым якобы привязали буквы. Но на самом деле это какой-то иллюзорный мир. Потому что если я придумал одни крякозабрики, то Анатолий придумал другие. И у нас куча проблем с совместимостью. И чтобы этих проблем не было, есть единый стандарт. И он называется Unicode. И когда вы конвертировали в кейс-лэпы знаки, вы сразу получали Unicode. То есть эти знаки на любом компьютере будут отображаться именно так, как и у вас. И поиск, соответственно, будет по ним работать. Анатолий, прошу установить шрифт, расшарить экран и показать, во что крякозабрики превратились, когда мы устанавливаем до Unicode. Да, да, вот смотрите, я открыл этот шрифт, да, я говорю, сейчас закрою Word. А, ну ладно, так, я закрою Word. Установить шрифт. Слева сверху написано. Я вижу, вижу, сейчас мне нужно Word закрыть. А вам даже не надо, он подхватил бы все равно. Да, вы думаете? Ну ладно. Хорошо, значит, устанавливаем. Установил. Дальше я открываю файлик Yoga Sutra. И по умолчанию в нем каша. Да, то есть я должен указать этот шрифт сейчас. Правильно? Да. Так, а он у нас называется как? Так, там с него нету логик, я написал в Zoom над ссылкой его названием. Но он у меня в системе как-то по-другому называется. Нет, нет, в системе он называется иначе, но в этом выборе он будет Times New Intelogic. Скачался файл? TMS, TMS. Ну да, я его уже установил, но я не вижу его в Word. То есть здесь, T. Times New, начинай набирать. Ты же русская нужна, может. Нет, нет, ничего не русская. Анатолий, после Times New, Рома, набери. Ну. И, напиши. Хорошо, путем опускания просто доедет до него. Он, наверное, перегружает. Все, 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 нормально, все, отлично. Есть, есть, есть. Почему-то не стало красиво. Ну, что-то... Ну, он, может быть, не совсем тот. Да нет, он один, он всегда был один. Санскрит 1.2. Подожди, там же изначально, подожди, там же текст на санскрит 1.2, там же не Times New, Indologic. Там же основной текст на санскрит 1.2. Ты же применил сейчас к санскриту его, а не к транслиту. Понял? Марсюш, вы показали проблему. Проблема ясна. Да, ясно. То есть это зло. От этого зла надо уходить. Есть разные способы ухождения от этого зла, но набирать новые тексты, используя Times New, Indologic, не надо. Почему используют Times New, Indologic? Да потому что там удобные сочетания. Там в Варде сделано так, что если нажимаешь Ctrl-T, получаешь T с церебральной точкой. И из-за удобства набора им и продолжают пользоваться. Но при наличии кейсвапа этой проблемы нет. Мы удобно можем набирать правильно уже в Unicode. Это санскрит 1.2, Анатолий. Вот эта строчка, вторая шла, вторая, например. Да, да. Вот он здесь и справился. В рите. Вот этот в рите, да. Покажи, что было. Что было? Ну, было вот так. Понятно, да? R большая в этом шлифте означает R, значит, слоговую. А в другом шлифте означает F. Да? Поэтому все варианты невозможно перечести. Поэтому надо уходить от этого. Более того, если Анатолий сейчас нажмет Ctrl-F. Ctrl-F – это поиск внутри текстового документа. Он работает в Варде, в браузере, где угодно. Вот он, например, нажал Ctrl-F и решил, например, найти, ну, что-нибудь нам такое найти, чтобы точно не найти. Ну, например… Сейчас, почему-то Ctrl-F… А, сейчас. Где слева просто отобразился. Сейчас. Ну, например, Панчатая. Там, попробуй Панча, например, просто обычная N. Он найдет? Панча. Не нашел. Да. Ну, в общем, я хочу сказать, да, значит, что это неудобно во всех отношениях. Поиск не работает. Проблема с шрифтами. Это некрасиво. Times New Endologic – это еще некрасиво. Он делался в 95-м году, когда еще был 386-й Pentium. То есть, еще до того, как компьютер придумали, его уже использовали, поэтому его просто надо похоронить. Вот. Значит, это первая часть. Набор. Набор. Значит, набор транслитерации. Значит, Оксана Антонимна изъявила желание получить Деванагари из транслитерации. Правильно я понял? Правильно, да. Тут, опять же, есть уйма вариантов. Покажем промышленный способ. Для промышленного способа мы используем текстовый редактор. Мы работаем не в Варде, а в программе, которая называется M-Editor. Я сейчас скопирую ссылку на нее. Ссылку на нее в зумовском чате. Я ее скопировал. Итак, значит, я... Вот та ссылка, которая ведет на Яндекс.Диск, ЯДИСК, это, собственно, и есть та программа, в которой работает Анатолий. Эта программа позволяет в промышленных масштабах конвертировать что угодно в куда угодно. У нас есть аналог того же внутри Варда, но это иногда работает, иногда нет. Непонятно, почему иногда не работает. Но, в общем, все то же самое, на самом деле, работает и внутри Варда. Поэтому, если вы боитесь ходить куда-нибудь в стороннюю программу, кроме Варда, то есть варианты для Варда. Но сейчас покажем промышленный способ. Итак, например, Анатолий сконвертировал из грязного до Юникода, сконвертировал в Юникод Транслит. И вот у нас получился список слов. Перед нами список всех имен собственных из Махабхараты. То есть почти 10 тысяч слов. И у нас на входе получается ИАСТ. То есть научная латинская транслитерация. Нам нужно выбрать конвертер. Куда мы будем гонять? Из куда и куда? И мы знаем, что это называется ИАСТ-ТУДЕФ. То есть ИАСТ-ТУДЕФ – это способ транслитерации. ДЕФ – это ДЕВАНАГАРИ. Макросы. Выполнить тот макрос. Все. То есть это делается за секунду. Любое количество объема. То есть любое количество текста. Хоть сумма Хабхараты. 10 тысяч слов. 10 тысяч. Очень быстро. То есть для промышленной конвертации мы используем программу МЭДИТОР. В малых объемах все то же самое. Можно сделать в ВАРДЕ. Теперь из ДЕВАНАГАРИ прошу тебе, например, сделать ХАРВАД-КИОТО. Упрощенную транслитерацию. Соответственно, выбираем макрос. Так, ДЕВ. Ну, я, честно говоря, не вижу макроса ДЕВТУ ХАРВАД-КИОТО. Сейчас, дай посмотрим, а что мы можем. Значит, из ДЕВА что есть? Мы можем из ДЕВАНАГАРИ повернуть назад. Давай в транс и тогда из него. Да, давай. То есть у нас всех комбинаций, всех направлений нет. На самом деле их можно сделать, но просто нет реально необходимости в этом. То есть из ДЕВАНАГАРИ вернули транслитерацию без каких-либо потерь. И теперь можно... Из ИАСТА переходим в ХАРВАД-КИОТО. ХАРВАД-КИОТО. Ну, красавица. То есть ХАРВАД-КИОТО использовался лет 20 назад как дефолтный стандарт хранения санскрита на Западе, но теперь потихоньку от него отходит. Ну, потому что уже 20 лет есть ЮНИКОТ. И основные проблемы уже закрыты. Вот. Теперь можем вернуть обратно, например, в ИАСТ. И из ИАСТА показать, как мы превратим этот список в список русских слов. То есть сперва тогда в ИАСТ. Вот так. Хороший. Получается ХЕКЕТУ ТРАНТА. Вернули обратно в научную латинскую транслитерацию, и из нее, из латиницы мы сейчас получим кириллицу. Выбираем макрос, который называем... ИАСТ ТУРУС. Ниже. ИАСТ ТУРУС. Чудеса техники. Последнее слово. Ну, если ты даже увидел некоторые несконвертированные буквы, сделай вид, чтобы ты их не заметил. В общем, еще в разработке. Ну, в любом случае, это можно сделать. Один символ не учтем, да. Да. Ну, потому что они сразу... Там он... Я расскажу даже, почему она не суть. Ну, если мы возьмем вот эту вот кодировку... Там просто они немножко отличаются. В общем, смысл в том, что мы на самом деле из латиницы можем получить хорошую кириллицу. Из хорошей кириллицы мы не можем получить хорошую латиницу. Но из латиницы кириллицу можем. Так, хорошо. Что ты хочешь найти? Я хочу сконвертировать из нормального файла. А, в смысле изначально, ну, я понимаю. Чтобы не было этих багов. Да, то есть все тут безупречно. То есть вот вам указатель к всем тамам Махабхараты. Того, чего в бумажном виде нету нигде. Тем более на кириллице. И, соответственно, это можно использовать и как библиотеку для проверки правописания в Варде. То есть если вы написали заведомо неправильно, то можно Word научить, исправлять согласно тому списку, который мы сами сделали. Ну, вот я сейчас покажу. То есть файл сохраняется, вот этот файл в частности, который у нас словарь к Махабхарате. Мы его можем сохранить как дикфайл. Ну, он должен быть… То есть у нас следующая тема – проверка правописания в Варде. Мы можем сделать так, чтобы Word понимал санскрит. Есть только один нюанс. То есть он должен быть сохранен как юникодный файл UTF-16 с сигнатурой. То есть так будет его понимать Word. То есть здесь есть разные способы сохранения файла. Нужно проследить, иначе он предложит что-то другое по умолчанию. То есть это мы просто экспериментировали с разными вариантами, так и узнали, что желает Word. И в результате вот у нас в параметрах в Word, в правописании, файл параметры правописания, настраиваемые словари. Да, вот, собственно, у нас тут есть словарь, ну, например, словарь Соренсона на русском языке. Пожалуйста, любой файл Махабхараты, чтобы было понятно, что это такое и зачем. Потому что из твоего файла открытого это сейчас не очевидно. Так, чтобы он показал, да, сейчас. То есть получается, у нас есть списки санскритских слов на латинице. У нас есть списки санскритских слов на кириллице. И мы можем Word заставить опознавать хотя бы, если слово дано в виде основы, что часто так и даётся. И вот, значит, Анатолий открыл третью книгу Махабхараты. 800 страниц текста. Кириллического текста в перемешку с латинской транслитерацией. То есть по умолчанию Word… Просто слишком большой файл. Возьми какой-то кусочек тогда, скопируем, может, оттуда. Вы можете, работая с каким-то конкретным текстом, создать для него словарь. Чтобы он не подчёркивал каждый раз, 20 раз на странице одно и то же слово, которое, вы знаете, правильно написано. Ну, вот, например, Месопотамская. Вот, например, Месопотамская там была раньше. Да, но санскритизм здесь… Любой, Анатолий, любое слово подойдёт. Не гонись за санскритизмами, любое подойдёт. То есть мы берём… Возьми первое попавшееся слово. Мы знаем, что… Да, что здесь нету ошибок. Да. Что мы делаем тогда? Нет, мы показываем, что в этом файле есть, смотрите, Ораньяка Парма, да, то есть есть… Есть редкие в русском языке слова. Савитри, Аштавак, Риагасти. Которые при этом не подчёркнуты красным выделением ошибки орфографии. Да, если я отключу словарь этот, то, соответственно, они выделятся. Вот я убираю словарь «русский». Так, и… Может, заново зайти? Сейчас, секундочку. Я ненавижу последний ворд. Я прям ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Он проигнорировал. Сейчас ещё раз перезапустим. Нет, он тебя продолжает иннорировать. Ну да. Покажи… Нет, нет, вот, там было уже три штукку, уже было уже. Подожди, подожди, не беги так быстро, Анатолий. Пожалуйста, медленно. Три штукку у нас не входит в словарь. Покажи, как добавить. Нет, ну добавить, вот, собственно, добавить словарь. Ну, добавь, пожалуйста. Получается, если мы добавляем каждое слово по отдельности, это может быть достаточно долго. И можно добавить слова в словарь оптом. Не по одному слову, а оптом. Если вы знаете, что там всё в порядке, но вас раздражает, когда подчёркивается хорошее слово. Ну, это, в общем, большой отдельный разговор. Я думаю, что сейчас просто это будет не нужно, всё, что можно там сделать. В общем, смысл в том, что сконвертировав эти списки, мы можем получить дополнительный инструмент для проверки правописания в Варде. Не только хороший текст для печати, а в Варде облегчить себе жизнь. Итак, получается, вы умеете сейчас набирать на транслите, не прибегая к вставке символ или Ctrl-C, Ctrl-V. Это первая часть. Можно вопрос? Да. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы сказали о ведийском ударении. Вот как делать ударение на гласных? Ну вот, Анатолий, покажи, пожалуйста. Итак, тот файл, Аксана Анатольевна, который вы по умолчанию установили, не содержит ведийских ударений. Я поняла это уже, да. А как быть? Для этого надо скопировать то, что я написал в сообщении в чате. В Zoom есть сообщение. Хорошо. И вам туда надо попасть. И скопировать оттуда то, что я послал. И заменить этим ваш файл конфигурации. Понятно. Давайте прямо сейчас это проделаем. Поняла. Сейчас. Значит, последовательность будет такая. То есть скопировать, затем... Нет, сперва надо выделить. Подожди. Чтобы скопировать, надо выделить. Все ли умеют выделять весь текст? То есть мы нажимаем Ctrl-A. Удерживаем Ctrl, нажимаем A. Выделили весь текст. То есть все замены. Нашли в Zoom в скопчате расширенный мой список? С ударениями. Да. Хорошо. Сейчас. Я могу еще раз его скинуть просто? Да, если можно. Он там просто уже сполз, вверх ушел. Сейчас я повторю его. Вот я повторил в Zoom в скопчате. Понятно. Видно ли? Да, да, да. Да, спасибо. Вот, забирайте его и копируйте вместо того, что содержится в конфиг TXT. Сохраняйте этот конфиг TXT, потом выходите из кейс-уэпа и запускаете его заново. И вот в правом нижнем углу, видите, появилось сообщение у Анатолия. Это значит, что все хорошо. Если такое сообщение появилось, все хорошо. Потому что бывает, что оно не появляется, это сообщение. Бывает какой-то глюк. Вот такое сообщение было. Пресс равно стучать человек. И у кого получилось сделать сейчас ведийские ударения у себя? Вот тот самый случай. С первого раза не сработал, со второго не сработал. Бывает, вот он в Веста. Попробуй, не знаю, что-нибудь написать и потом поставить. То есть бывает, что ему не хочется, потом так же нормально включается и уже... Мы сейчас попробуем просто Word перезагрузить. Или потом попробуем еще кейс-уэп перезагрузить. Ацис. Да. А вот этот кейс-уэп, он только в трейс ворачивается? Он только в трейс ворачивается. Ага. То есть его там в пуске где-то еще искать бесполезно. Бесполезно. Получается, видите, у Анатолия один раз он запустил, ничего не работало, закрыл, открыл заново, все работает. Дядя. Да, то есть просто помог перезапуск Word. Даже не перезапуск кейс-уэп, а перезапуск Word. У кого получилось сделать ведийские ударения? Или просто можете взять мой файл за основу. Я сейчас скину ссылку на свой файл, который лежит на Яндекс.Диске. Можно скачать не тот, который из сайта, а тот, который сразу мною уже укомплектован так, как мне надо. По ссылке в зумовском чате я скопировал свою конфигурацию кейс-уэпа. Там, собственно, ровно то, что я скопировал в чате, но мало, если у кого-то не получается скопировать, пересохранить, то возьмите просто мою конфигурацию. У кого получилось сделать ведийские? Вижу, у Ани получилось, у Олега и у Розы получилось сделать ведийские ударения. Прекрасно. А кому они реально нужны, получилось их сделать? Эксперимент проведен. Оксана Анатольевна, на какой стадии вы находитесь? Вот на какой-то стадии. У меня просто столько раз уже тут было сохранено, а сейчас у меня получится. Я надеюсь, что... Вы когда сохранили, все закрываете и все заново запускаете? Хорошо. Думаю, что я поняла, как это нужно сделать. Смысл в том, что если при рабочей программе вы поменяете настройки, то они не отразятся. Роза, все ли у тебя получилось? Получается так? Получается так. Марцис Юрьевич, а если получалось, а сейчас уже не получается. Это надо просто перегрузиться, протереть капот и перегрузиться. Потому что я же делала. Все так и есть. Иногда он брыкается, а потом так же работает. Для этого надо закрыть и зайти заново. Я уже просто все проверила. Но все, файл-то был сохранен. Все, в общем, понятно. Да, он бывает. Пока непонятно почему. Все, файл-то был try. Угу. Оксана Анатольевна, получилось ли? Вы знаете, нет, но я думаю, что я обязательно... Нет, нет, давайте так. Вы уже умеете расшаривать экран, поэтому покажите, что вы делаете. Нет, я не смогу, Марс, потому что у меня не получится. Получится, получится. Вам всего лишь надо нажать на кнопку «Share Screen» внизу. Вы уже опытный пользователь Zoom. Когда все работает, это неинтересно. Интереснее сделать, чтобы заработало, когда не работает. Вы пробуете расшаривать экран? Нет, я пробую сделать то, что вы говорите. Для того, чтобы я убедился, что вы делаете то, что я говорю, мне было бы полезно видеть, что именно вы делаете. Для этого внизу в Zoom есть зеленая кнопка «Share Screen». Хорошо, давайте. Давайте. Отлично. Да, видите. Нет, как вы зашли, так и вышли. Давайте еще раз. Давайте. Чуть подольше, я так быстро не успеваю. Нормально? Да, тебе нормально. Белый экран пока еще не вижу. А вы что расшарили, интересно, рабочий стол или почему он такой белый? Я не знаю, почему он у вас белый. У меня обычный. Обычный? Давайте еще раз попробуем нажать на «Share Screen». Давайте еще раз. Вот я и хочу. Вы какой вариант выбираете? Что расшарить? Что вам предлагают расшарить? Я хочу вам показать… Я понимаю. Но вы сейчас показываете какой-то белый экран. Вернитесь назад. Вернулась. Остановила демонстрацию. Остановите. Еще раз. И что вы ему скармливаете? Там есть разные варианты. Что вы расшариваете? Как называется то, что вы расшариваете? Выберите что-нибудь другое. Например, рабочий стол возьмите. А я рабочий стол и делала. Сделайте тогда другое. Хорошо, давайте другое. Давайте вот. Видите, да? Моя. Вот, отлично. Все, вот, отлично. Ага. Отлично. Теперь давайте я покажу вам рабочий экран. Видно? Ну, пока я вижу браузер. Не, не получается тогда. Тогда браузер минимизируйте. Браузер минимизируйте. Не, не говорите мне страшных слов. Я лучше сделаю потом. Нажмите на… В правом верхнем углу есть третья иконка справа. Нет, 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 нет. Нет, нет. Я лучше спокойно разберусь. Ну, хорошо, ладно. Значит, тогда вы помучаетесь еще, но мы потом… Я помучаюсь, и я, да. Он просто предлагает либо экран, либо какую-то отдельную программу. Да, да, да. И браузер, как бы, оно показало, а вот экран не совсем как-то… Как-то не хочет. Ладно, хорошо. С этим понятно? Оно заработает. О чем мы сейчас сегодня успеваем поговорить? У нас еще есть не больше, чем полчаса. Есть ли что-нибудь непонятное из того, что было до того? У кого-нибудь есть желание попробовать с конвертерами? Кто-нибудь уже скачал M-эдитер? Я скачала. Я, это в смысле, сейчас я пытаюсь понять, кто… Аня, да? Да. Ага. И понятно ли, что делать? Так, не особо понятно. То есть, получается, мне еще матросы надо… Расшариваем экран. Если M-эдитер установлен, тогда расшариваем экран. Одну секундочку. Сейчас я его вот так включу. Я думаю, я про шрифты уже тогда не буду рассказывать. Просто потому, что у вас уже уши свернутся в трубочку. Шрифты я оставлю на другой раз. А там можно вардовские файлы как-то редактировать? Ну, конечно. То есть, он открывает… Нет, в M-эдитере нет, но для варда есть свои конвертеры, построенные на основе тех, что для M-эдитера. Потому что язык VBA, он и в варде работает, на котором построены конвертеры. А можно их имена озвучить, например? Их имена? Типа Люцифер? Ну, в смысле, где их искать? В смысле, кого именно где искать? Для варда или для эмидитера? Да-да-да, вот эти, как бы те, которые в варде. В варде? Ну, это отдельная ссылка сейчас. Хорошо. Я ее сейчас повторю еще раз. Спасибо. Сейчас найду и скину. Я надеюсь, что Аня уже расширил экран, по-моему, да. Анатолий, если что, помоги, пожалуйста, тогда Ане добраться до истины. M-эдитер, он простой текст, да, редактированный? Да, простой plain текст. Так, нужно какое-то слово набрать на латинице. Расширяем. Я пользуюсь тот же keyswap. Важный вопрос, который вы так и не озвучили. Какая альтернатива плохим шрифтам? Хорошие шрифты? Ну, вот вы и озвучите их, пожалуйста, это важно. А то, что как не надо делать, вы сказали, а как надо, так не очевидно. Но сейчас скажу коротко, потому что развернуты надо делать отдельную передачу про, что такое хорошие шрифты и почему они хорошие. Значит, для всего текста, который не санскритский, я настаиваю, чтобы вы использовали чарис. Чарис — это хорошо, это правильно, это грамотно, это красиво, это юникод. Чарис — это лучший шрифт из ныне существующих для всех нужд диакритики. Не только для санскрита, для любой самой нереальной арабской записи или месопотамской кинописной, там, я не знаю, закалючки. Там всё предусмотрено. Это что касается транслита, это что касается латиницы, кириллицы — это чарис. Это чарис. Это новый стандарт качества. А что касается деванагари... Напишите, пожалуйста, как он... Я ссылку-ссылку скинул. А, всё, понял, чарис. Здесь, конечно, не очень удобно с этими ссылками, но тем не менее. Вот это что касается... Там нету санскрита, там нету деванагари, но там есть всё остальное. Аня, попробуй написать любое слово на санскрите, используй кинописной критики. Просто скажи файл новый, и он какой-то странный у тебя появился. А потому что на табу наживала. Да, на что ты тут... На табу мне создала новые колонки. Закрой документы, скажи новый просто. Нажми крестик рядом с безымянным. Убей его. Я всё делаю очень медленно, потому что у меня нет мышки с собой. О-о-о! Да, это тяжко. Новый гендус. Создать... Просто на иконку белую надо нажимать. Выйди отсюда, здесь будет неудобно. Вот в левом верхнем углу под файлом есть... Вот, да, ниже, ниже, левее. Левее, левее. Нет, не надо треугольник. Левее. Левее. Да, правее на белый лист. Вот. Всё, новый файл. И теперь напиши, например, Кришна. Напиши Кришна. Так, пишем чем? Чем, чем? Кейсвапом. Кейсвапом нашим. Нет. Мы так не пишем. Сейчас, 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 сейчас. Можно лучше Шиву в таком случае. Так, Кришна сложнее. Поэтому я взял самое сложное из возможных. Тогда мне диктуйте, как с... Кракером должно быть. R равно, если Кейсвап уже установлен, равно быстро. Только быстро его надо. Да, отлично. Да. S равно. S равно. Нет, нет, без I. Зачем I? А, так, ага, всё. S равно. N равно. Нет. Нет, N не нажал. N равно. Сейчас, сейчас, секундочку. Быстрее нужно нажимать равно. Да. А. А, ещё одна вещь, Анатолий. Надо дописать документацию насчёт быстрее. Это ни разу не сказано. А то подумаешь, что через час можно нажать равно и... Да, там где-то в течение секунды порядка. Где-то так. Если долго, долго... Всё, вот получилось слово транслитерация. А теперь, значит, нужно выбрать макросы. Аня. Выбрать. Здесь нужно вспомнить, где программа находится. Куда она скачалась? Так, сама именно программа. Да. Ну, сама папка, в которой была скачена программа. Она скачалась download, то есть последняя папка. Да, 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 да. Соответственно, можно отсортировать по дате. По дате. Нет. Она будет не в середине папок. Нужно сортировать, значит... Она у меня была заархивирована. Так, а ещё я ещё скачала... Самый конец. Самый конец. Самый конец. Вон трансконвертерс я вижу. Я вижу папку. Да, лучше увеличить, потому что так неудобно. Так, нет элементов... В правом нижнем углу файлы JavaScript поменять. Нет, всё правильно. Вернуться в трансконвертерс. В нижнем углу... В нижнем углу... Да, вот там. Да, да. Правее. 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 Файлы JavaScript поменять на VBA. Нажимаем. Нажимаем. VBA, да. Отлично. Так, делаем открыть или что дальше? Да, надо выбрать. Только нужные надо выбрать. Анатолий, подскажи, пожалуйста. Так, чтобы в Devanagari, это нужно сказать... Сейчас. Транс, наверное, то... Транс 2? Транс 2. Транс 2. Да, вот этот. А теперь сказать макросы. Макросы. И выполнить Транс 2. Вторая позиция. Выполнить. Вот. Получилось? Можно теперь скопировать и вставить в Word. Допустим. Там увеличить шрифт и посмотреть, как он получился. А, так, так, так. Отшаг на VBA. Back. Правка отменить. Да. Правка скопировать. Сейчас в Word зайдем. Посмотрим, что у нас в Word. Получилось. Создайте просто новый... Увеличьте просто сейчас. Он вставляет, да. Да, все, отлично. Хорошо. Но сейчас по умолчанию выбирается шрифт Мангал. А он не рассчитан для санскрита. Он не рассчитан для санскрита. Он создавался для хиндии. Какие санскритские шрифты, Аня, у вас есть? На этом компьютере никаких. Тогда сейчас установим. Значит, есть несколько хороших санскритских шрифтов. Стандартом является шрифт Санскрит 2003. Значит, сейчас я его дам. Я пока выхожу с экрана, чтобы... Нет, оставайтесь пока. Будете показывать весь процесс со всем остальным. Сейчас я дам ссылку. И по ней можно будет скачать разные шрифты. В зумовском чате я копирую ссылку на свою... Сейчас, пока я... Я не знаю, откроется ли она. По-моему, я не то сделал. Да, не в Яндексе. Я сейчас в дропбоксе дам это. Прошу открыть последнюю ссылку. Предпоследняя, скорее всего, не работает. Открываю, да, последнюю ссылку? Да, последнюю ссылку. Увеличьте на весь экран, чтобы было удобнее, наверное. Да, в смысле, это самое... Правильно, увеличьте экран. Так, значит, здесь, например, у нас есть разные. И Unicode-овский, и до-Unicode-овский. Опускаемся ниже. Отсутствие мышки – это вид аскезы? Это «Не подумали» называется. Я просто не дома. Значит, Sunset 1003. Вот он виден. Так он? Да, это дефолтный стандарт санскритских шрифтов. Так, что мы дальше делаем? Установить. Его надо скачать. Чтобы установить, его надо скачать. Справа сверху есть кнопка «Скачать». Надо нажать на неё. Прямое скачивание. Скачивается. Скачался. Скачался. Так, дальше я иду в Word или в Word? Дальше нет. Нет, сперва, перед тем, как пойти в Word, его надо установить. Пока вы просто скачали его. Всё, поняла, поняла. Открылось нечто странное. Ну, сейчас, не торопитесь, подождите. Открыть ещё. Показать в папке лучше, да. И правую кнопку нажать на него. Сейчас, не торопитесь. Она открывается как ТТФ, как картинка. В смысле, это неправильно. Правую кнопку. Не торопитесь только. Так, открыть с помощью, установить. Установить я не вижу. Хорошо. В таком случае мы берём «Контрол-С». Так, а почему-то у меня ТИФовского формата. А, нет, ТТ, всё правильно. Ну, он нормального формата, но почему-то этот формат у вас привязался к программе просмотра картинок. Можно сказать «Открыть с помощью». Открыть с помощью, да. Можно сейчас его обучить. Программа просмотра шрифтов. Выбрать. Выбрать. Нет, нет, она есть. Вон она, программа просмотра шрифтов. Да, да, да. Она-то неправда. Программа просмотра шрифтов. То есть ошибочная программа привязала к себе формат шрифтов. Установили шрифт. Всё, установился. Теперь в Ордееву можно уже эту крышну переделать из мангала. Санскрит 2003. Просто начинайте набирать сам. Не надо искать в списке. Просто начинайте набирать. Сан. Вот всё, энтер. Всё. Это есть хороший шрифт Иванагари. Юникодный. То есть если вы ведёте его в браузер, в смысле, например, в Хроме и в Гугле, что вы будете искать, то из индийского интернета, того, который нормальный, вы сможете найти. То есть смысл в том, что если вы будете искать на транслите, в Индии транслит не используют. И поэтому ничего из индийского интернета вы никогда не найдёте. Поэтому вот эту крышну можно сейчас попробовать в Гугл. Открыть, пожалуйста, Аня тогда, например, Хром. И в Гугле введи эту крышну, чтобы увидеть, что индийский интернет, тот, который правильный, современный, найдётся только тогда, если вы будете искать в Деванагаре. В Деванагаре, но не в транслите, просто новую кладку создать ещё. Да, да, сейчас. Справа от санскрит. Можно поверх этого, не суть. Прекрасно. Греческий перевод, значит, греческий перевод санскритских слов. Сразу на ходу. Так, ну вот. То есть видно, что если бы мы ввели сюда, скормили бы Times New Indologic, мы нашли бы только такие же и покалеченные слова, как Times New Logic набранные. А так нам доступен весь интернет. Да, Александр? Максис, а что касается вот этого Мангала, например, он вот так же не работает в индийском интернете? Работает, но на него без слёз смотреть нельзя, поэтому его надо убивать, как только ты его видишь. Видишь надпись «Мангал»? Убивай сразу. Как же Ахимса. Потому что он был разработан для хинди. Если вы работаете сложным текстом, например, Шаштадьяи, тогда в санскрит 2003-м некоторых редких лигатур может не хватить. На такой случай есть шрифт, в котором предусмотрено всё теоретически возможное. Он называется Сиддханта. В нём 3000 лигатур. Специально для грамматических аббревиатур и терминов. В той папке, я его сейчас скопировал, если вернуться в Dropbox, если вернуться в Dropbox, то есть в браузер, где открыть Dropbox, вкладку «Санскрит фонд снаголи», ага, и сделать шаг назад, в смысле вернуться в браузере. Есть кнопка «Слева вернуться», увеличить на всё окно, чтобы не путаться, и вернуться назад, да, слева. Да, шаг назад. Вот, и если подняться наверх и нажать F5, чтобы перегрузилась страница, потому что я добавил это после, F5. Ага, почему-то он не показывает папку. Ладно, сейчас посмотрю, в чём может быть дело. Или самый вниз, там должна быть папка «Сиддханта». На внизу, да, что ли? Да, на внизу. Всё. Вот «Сиддханта» содержит несколько разновидностей этого шрифта. Почему так? Объясню. Windows, когда создавал стандарт шрифта, он не предусмотрел всё, что необходимо для Деванагари. И поэтому в один шрифт всё это засунуть невозможно. Поэтому это было разбито на несколько шрифтов. Этот шрифт создавался три года. Три года работы здесь. Здесь есть всё теоретически мыслимо необходимое в Деванагари. Можно установить любой из них. Тут просто разные стилистические альтернативы. Калькутта — это северное начертание, а остальные — это, значит, другие начертания. Вот, например, «Вьякарана» — это с учётом именно необходимости аштадьяи. Вот можно установить, например, «Сиддханта Вьякарана». Такого шрифта никогда на бумажном виде не существовало. Это полностью выдуманный шрифт. Но он содержит всё. И он удобен для компьютера. «Сиддханта Вьякарана», например. Ань, можно скачать. Середина второй строчки. Справа. Ага, правее, да. Так, Непали даже есть. Каждому своё. Кому ни Пали, кому ни Пали. Да-да-да-да. Вот это так. Да-да-да. Ещё раз повторите. Оно самое. Снова скачиваем, устанавливаем. Вот, например, два. Этих двух шрифтов санскритских хватит для любой вашей необходимости. «Сиддханта» и санскрит 2003. Санскрит 2003 сделан по образцам бомбийских книг начала XX века. То есть, как бы, хорошие образцы. На основе типографии Нирная Сагар Пресс. То есть, тогда, когда ещё понимали, что такое хороший шрифт. А «Сиддханта» — это просто выдуманный из головы, но он содержит то, чего ни один другой шрифт в мире не содержит и никогда содержать не будет. Потому что только минский санскритолог может создать такой шрифт. В Индии нету людей, даже шрифтовиков, которые понимают, какие лигатуры нужны для санскрита. И вот к этому Кришна сейчас можно применить сиддханту. А, уже применилось, да? Да. Всё. А теперь обратно, например, на... Применить на... Обратно на то, что был, чтобы увидеть разницу на санскритуте и штете. Вот, можно... Да. Видна разница, да? Можно даже рядом скопировать. Аня, скопируй, пожалуйста, ещё раз. Да-да-да. Рядом, чтобы было видно наглядно, что есть разница, что я не придумываю. Ага. Да. Ну вот. Это базовые вещи, которые надо знать про шрифты. Ну и русский текст набирать чарисом. То есть это будет заведомо юникод. Не юникода там нет. То есть текст набираем кейсуапом, мэдитором или в варде конвертируем его при необходимости, а дальше применяем хорошие шрифты. Покажу вам пример, когда всё с точки зрения текста было хорошо, а в книге всё равно получилась лажа. Значит, Аштанга Хрудая. Отключаешь? Да, можно отключиться, да. Спасибо. Да. Значит, покажу пример. Значит, здесь книга, толстая, дорогая книга. Значит, сутра Астхана Аштанга Хрудая Самхиты. Значит, перевод на латышкий язык. На русском языке ещё не переведена, на латышкий язык уже, значит, переведена. И, значит, в чём лажа здесь? Получили из Индии текст в Деванагаре, выверенный текст. Выверенный текст. То есть в тексте ошибок не содержится. Но программа «Вёрстки» — это ещё один камень преткновения. От того, что у вас текст хороший, это не значит, что в книге он будет хороший. И вот я покажу вам, я надеюсь, вы увидите. То есть тут весь Деванагри — это, ну, не весь Деванагри — это лажа, но половина Деванагри — это лажа. И что я называю лажа, я покажу вам, чтобы вы понимали. Это дорогущая бумага, это хорошо изданная книга, и в ней много-много чепухи. Почему? Потому что верстальщик не знал о существовании Деванагри. Видны ли верамы посреди текста? Да, да. Верамы там, где они не должны быть. Ну вот в третьей строчке. Вот целая книга такого Деванагри. Почему? Тут есть два варианта. Или шрифт плохой, то есть в нём не предусмотрены эти лигатуры. В санскрит 2003 они предусмотрены. То есть здесь похож шрифт на какой-то, ну, шрифт для хиндии созданный, то есть не предназначенный для лигатур. То есть один вариант — это плохой шрифт. Что такое хороший шрифт? Я вам показал. Второй вариант — это сам движок программы верстки или не рассчитан на Деванагри, или не настроен. Книги в основном верстаются в программе Adobe Design. Adobe Design — это стандарт, в котором верстаются книги. Но по умолчанию они Деванагри превращают в кашу. Покажу в какую. То есть от того, что у вас выверенный текст, это ещё ничего не значит. Тогда я расшарю экран, потому что я не знаю, как иначе показать. Виден ли мой экран? Виден, да. Видите, сколько здесь верам? Много, да, виден. На один, два, три, четыре, пять, шесть. На шесть верам больше, чем должно быть. Эта книга издавалась восемь раз. Эта самая тиражная книга по йоге на русском языке. И издавала её издательство Alpina Non-Fiction. Восемь раз эта каша вместо Деванагри должна была передавать санскрит. Это чтобы вы понимали о состоянии йогического движения в России и о том, какое количество из них умеют читать Деванагри. все сутры там даны вот в таком безобразном виде. Почему? Потому что верстальщик забыл поставить галочку в программе Adobe Design. Поэтому от того, что у вас хороший текст, это ещё не гарантия того, что он в книге будет хороший. Поэтому смотреть, получается, надо PDF. PDF. Не файл верстки, когда он в процессе, а именно PDF, то, что должно уйти в печать. Что касается Adobe Design, там отдельное, как бы у меня есть видео о том, как надо его настраивать, чтобы получить хороший Деванагри. То есть здесь на входе всё было правильно, а на выходе ерунда. Потому что настройки программы не выставлены. В ОРДе такой проблемы нет. В ОРДе всё как... Ну, там всё по молчанию. Вот, пожалуй, всё, что я сегодня хотел рассказать. Марсис Юрьевич, а можно по-английски и скачать у вас Word? Такое можно сделать? Да. Дать тебе ещё Word? Можно Word? Почему? Потому что я всё остановила, везде всё печатается. Только по-моему, Word нет. Чтобы проверить. Спасибо. Почему? У нас есть ещё несколько минут. Есть ли какие-то вопросы по поводу того, что... То есть Аня доказала, что любой человек может установить M-эдитер и из транслита получить Деванагри. То есть это не заготовленный Анатолий, который знает всё уже, что бывает. Это человек, который впервые видит программу, установил, сработало. то есть я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы не будете больше делать вставка в символ, что это будет под запретом. Марс Юрьевич, а вы мне скинете его? Ну, скину, скину. Я тебя за секунду не достану. Я тебя после скину. Есть ли что-нибудь, что непонятно? Марс Юрьевич, вот у меня тут... Вы знаете. Я знаю. У тебя там страшное. Да. Дали пять файлов огромных вардовских. Вот с таким... Ну, Рошарь, покажи свои страшные файлы, чтобы знали, какие разные бывают индийские кодировки. Сейчас. Это причём искирал и профессор, набирал всё по-честному. Ты пойми, я не видел в Индии ни одного, кто пользуется Юникодом, а ты говоришь профессор. А в Пуни, что ли, не профессора, что ли? Они просто живут... Они верстают в программе, которая в последний раз обновлялась 20 лет назад. Так я уже сконверти... Сейчас я найду этот оригинал, потому что я уже сконвертировал там его. Они верстают в программе PageMaker. Она вся построена на... Как его это расшарить-то? Внизу красная... Зелёная кнопка. Так. Ещё интересная тема — это копирование текста из PDF. Но об этом я предлагаю в другой раз поговорить не раньше, чем через месяц. Как доставать текст из PDF? Мой экран видно? Видно. О, вот такая вот красота. Так, сейчас я прокручу его. Ой, что-то у меня улетело. Вот такая красота. Ну, и что ты предлагаешь? Ну ничего, я конвертировал. Вот вы мне сказали, там ссылку дали на этот онлайн-конвертер. Я загонял туда и сюда засовывал. Только форматирование всё слетает. То есть, получается, надо заново... Да. В данном случае надо всё заново устраивать, потому что здесь всё заново через одно место. Вот, видите, всё слетело. Это шрифт, я не помню, как он там... Как он назывался-то, господи. Ой. То есть, а всё дело от того, что у человека не было программы KeySwap. Причём я даже его... Этот шрифт скачал, я его даже установил, и всё равно он... То есть, он видно какой-то другой немножко. Я струнняюсь сказать. Разновидностей индийского мусора так много, что я не могу его весь пересортировать. Но, в принципе, я показал. Так. То есть, понимаете, здесь даже глазами невозможно догадаться, что там имелось в виду. Если в Indogic хотя бы можно пытаться, то здесь невозможно. Кроме отсутствующего ворда, есть ли какой-нибудь чё-то другой вопрос? Александр, понял ли ты что-нибудь, чего ты не понимал до этого? Это слишком скромно сказано. Ну, дело в том, что тоже до сего момента был олдфагом, и примерно помнил, как там значит надо в этом Times New Indogic, или как это, в общем, Indologic. Я пойду это всё опробовать. Ну, у меня действительно были такие моменты, когда я отправляю там, не знаю, на сектор или статью, ну, с какой-то там, в общем, с какой-то диакритикой, мне показывают на выходе какой-то вот этот ужас с прописными строчными буквами. Я такой, позвольте, позвольте, вот вам шрифт, которым я пользуюсь, установите его скорее на компьютер. Но хорошо, что я теперь от этого избавлен. Спасибо, Марсис, огромное. Да, то есть получается, это из... Нет, конечно, если ты хочешь, чтобы журнал выглядел красиво, надо заставить их использовать хороший шрифт. Но Times New Indogic — это не хороший шрифт. То есть как бы... Я это уже понял, я больше так не буду делать. Нет, так не делай больше, пожалуйста. Потому что кроме тебя хватает столько людей, которые его используют, что хотя бы кто-то должен переставать этот круг, как бы выйти из этого круга сансары хотя бы в этом. Спасибо, спасибо. Я всё понял, и я, пожалуй, вернусь уже к себе, которая тут пляшет вокруг меня. Всё, на сегодня всё, мне больше нечего добавить. Я готов через месяц или через два рассказать продолжение. Это ещё не всё. Это только начало. То, что можно делать вообще с компьютером и с санскритом, Деванагри и прочими. Вот. Всё. Тогда на сегодня будем считать, что вы отмучились. Спасибо. Спасибо.